Слотокинг, ты по-любому у выигрыша. Значит, наш начальник разведки обещает россиянам боль. Я говорю о Кирилле Буданове, и мне кажется, это пожелание прекрасное. С другой стороны, еще один разведчик, тут только надо взять это в кавычки, Алексей Арестович, уехал в Соединенные Штаты, по слухам, и хочет вместе с Путиным судить Запад. Не могу понять, почему люди, которые переходят на сторону врага, уезжают на Запад, а не в Российскую Федерацию, чтобы там, в Москве, судить Запад, там все на этом специализируются. Андрей Андреевич, я вступление закончил, вам слово. Ну, у нас у всех крайне эмоциональное настроение в ходе этой войны. Ну, прежде всего, как я говорил из Вашингтона, вот отношение к Америке. Оно двойственное, конечно. С одной стороны, громадную помощь нам представляют Соединенные Штаты, военную, вооружение. Без этой помощи трудно было бы достичь тех успехов. Но, с другой стороны, все время ощущение недостаточности этой помощи. И вот возникает теория, ну, не теория, а такое наблюдение, что не заинтересована ли Америка в том, чтобы поддерживать конфликт на определенном уровне, но ни в коем случае не допустить победу Украины. Ну, в этой постановке вопроса одна неправильная, один неправильный момент. Что такое не заинтересована Америка? Америка – это разные люди. И мы действительно, вот, основная тема нашей беседы с Вами в течение всего года – это борьба между двумя концепциями в администрации Байда. С одной стороны, людей как раз, извините, боящихся победы Украины. Ну, назовем этих людей. Я называю их предателями в Америке. Я опубликовал несколько моих статей, в том числе на английском, где я, американский гражданин, открыто называл директора ЦУЛа Берса предизменником, так же, как и руководитель советника президента по национальной безопасности Селева. Ну, а как же не называть его изменником, если он 2 ноября 2021 года ввел секретные переговоры с Путиным, которые достигнут устной договоренности, что Путин, а, в своем нападении не пойдет дальше Украины, то есть не будет угрожать странам НАТО, а Бернс, в ответ на это, обещал ему, что американцы сделают все, чтобы Украина во время сопротивляясь агрессии России не наносила ударов по российской территории. Это предательство не только Украины, это предательство Соединенных Штатов. А Селеван, он все время исходил из того, что поражение России – это опасно, нам нужна Россия как такая стабилизирующая сила, проецирующая стабильность, как заявил его посланник по секонд-трек переговорам с Россией Том Грэмм, сила, проецирующая стабильность вдоль всей своей периферии. В августе, вот, произошло два крупных, в июле два крупных инвестиционных скандала, в которых я принимал скромное участие, после чего, вот, позиции Бернса и Селевана, они резко обвалились внутри администрации. И Тон уже стали задавать друзья Украины, друзья Украины, Блинкин и министр обороны Остин, которые твердо исходили из необходимости победы Украины. Вот эта тенденция положительная, она закрепилась, как ни парадоксально, она не ослабла, а закрепилась после нападения Хамаза и Ирана, а в косвенной России на Израиль. Ведь масса было рассуждений, да, до сих пор продолжается, что вот война с Израилем отвлекает внимание Америки на Украину, на Украину уже никто не обращает внимания, от Украины устали, ну, как вам сказать, как раз наоборот. Вот в заявлениях Байдена, в обращении Байдена к нации 9 октября после нападения на Израиль, слово «Украина» употреблялось не менее часто, чем Израиль. Путин и Хамаз, вот основные тезисы этого обращения, Путин и Хамаз хотят уничтожить две демократические страны, Израиль и Украина, мы никогда не позволим этому. Наоборот, вот это нападение на Израиль, оно способствовало созданию внутри, внутри американской администрации, той картины мира, которую мы с вами представляем в течение всего года, что идёт мировая война, четвёртая мировая война, как я её называю, попытка Путина взять реванш над Западом за поражение Советского Союза в Третьей Холодной войне. И именно этими словами характеризует сейчас ситуацию и Байден, и Остин, и Блинкен. И это обращение, это новые формулировки, они были поддержаны реальными шагами, отправкой двух авианосных соединений на Ближний Восток и внесением в Конгресс законопроекта очень серьёзной военной помощи. И Израиль как раз параллельно, Израиль и Украина, причём Украине наибольшая, это 61,5 миллиардов долларов. То есть создалась бы как раз, казалось бы, новая обстановка, и мы одержали победу в Вашингтоне. Но после этого мы видим какую картину, что этот законопроект вот уже два месяца маринуется в Палате представителей. И создалась достаточно абсурдная ситуация. Понимаете, в чём дело? Дело не в том, что... Дело-то в том, парадокс в том, что в Палате представителей, которые решают вопросы финансирования, сторонников, убеждённых сторонников Украины, сторонников её победы, большинство, большинство. Но часть этого большинства, вот такие наши друзья, республиканцы, бесспорные сторонники Украины, которые несколько раз бывали в Киеве, их прекрасно знает Украина, это лидер республиканцев в Сенате Майк Митчелл, это бесконечно поддерживающий Украину Сената Линдзи Грэхам, это председатель комитета по иностранным делам Палаты Майк МакКолл. И даже в какой-то степени это и спикер новый, Майк Джонсон, они все поддерживают идею о том, что и заявление Байдена о том, что необходима помощь Украине, иначе это приведёт к геополитической катастрофе. Путин не остановится на Украине, он будет угрожать всем странам Западной Европы. И вот перед голосованием, перед визитом Зеленского эти обращения и Путин, и Остин сделали в самой дроботической форме. Остин даже, снимая его с сидящего в кабинете в Пентагоне, он говорит, что он сейчас разрабатывает планы переброски американских войск в Европе, которым придётся сражаться с русскими войсками. Ему это очень не хочется, но это придётся делать, если не будет дало финансирование Украине, и Украина уступит агрессору Путину. И интересная реакция вот этих замечательных, я без иронии говорю, действительно замечательных, они говорят, да, конечно, мы с этим согласны, господин Остин, господин Байден, господин Блинкин, но именно поэтому, что вот это недопустимо, невозможно, чтобы Украине не дали деньги, мы, республиканцы, должны использовать эту уникальную возможность, чтобы заставить наших друзей и демократов одновременно изменить закон о миграции, на котором мы всё настаиваем. Они же не смогут оставить Украину без финансирования, поэтому они согласятся с нами. Вот такая извращённая логика, так называемого покера такого, это каждый год в американском конгрессе повторяется принятие бюджета. Обе партии шантажируют друг друга, требуя принять нужные им статьи, шантажируя шатдауном, так называемым, экономическим банкротством. Но сейчас это уже не экономическое банкротство, это будет геополитическое банкротство. Вот мы попали в такую ситуацию, очень странных американских мультирополитических игр. Ну, умом понятно, что, конечно, до 18 января, до 19 января, почему я говорю 19 января, американцы уже доигрались в свои экономические игры, потому что у них нет сейчас постоянного бюджета, у них временный бюджет до 19 января, они должны до этого времени решить все спорные вопросы, в том числе и относительно финансирования Украины. Израиля. Это они, конечно, решат этот вопрос. Но психологически, мы же все пристыше нам рассказывать в украинской аудитории, какое тягостное впечатление это производит на сражающую, истекающую кровью второй год войны в Украину, когда вот такие игры затеваются в отношении ее финансирования. Вот для меня, как смотрящего Вашингтоном и в какой-то степени ответственного за эту ситуацию, и просто как украинского блогера день 12 декабря стал одним из самых тяжелых дней в истории этой войны. Так я и напишу свою будущую историю этой войны. Ну, вы знаете, на следующий день уже забрежал рассвет, и он пришел из Европы. Ну, сначала, казалось бы, мелочевка. Ну, Зеленский еще не успел. Да, надо же добавить, что это, собственно, была и неудача, и как бы не только украинского государства, и личного президента, который приезжал убедить американского Сената. Мы помним, как после встречи с ним тот же Марк Джонсон очень вежливо, но холодно сказал, да, конечно, мы поддержим Украину, Украина ни в коем случае не должна уступить Путину и получить финансирование, но вот это уже не наш вопрос, мы ждем, когда в Сенате будет согласован закон о миграции. А вот уже на следующий день, ну, казалось бы, мелочь, как я написал, датская копеечка, брошенная на весы, на чашу весов нашей победы, она как-то дорогого стоит в этот тяжелый день. Ну, и, по-черкому виду, на встрече в Осло сначала Дания объявила, что передает миллиард долларов евро, впрочем, не знаю, не помню уже точно, много денег. И в Украине, за ней Норвегия, ну, это как бы хороший старт, но самым важным событием, такое нарастающим отношение Европы был, конечно, саммит 14-го, 14-го декабря. Это очень позитивно, мы просто до конца не представляем. Северной Европой имеется в виду, да? Нет, я имею в виду саммит, нет, саммит Северной Европы был 13-го, тут Резиленский поехал, сразу же, что, а 14-го был общий саммит, 14-го 15-го был саммит ЕС всего. И вот мы до конца не представляем значения вот этого, ну, ура, было принято решение о начале переговоров о приеме, о приеме Украины в НАТО. А ведь сколько было вопросов, дискуссий, саммит принял решение о приеме, о переговорах, о приеме в ЕС воюющей страны, воюющей страну, это беспрецедентно. Это означает, что у европейской страны нет сомнения, каким образом исходом закончится эта война и какому исходу этой войны они будут способствовать. Это очень важный, важный политический шаг, показывающий решимость Европы. Ну и не только не напоминаете меня никакого Орбана, с ним все решили, ему разрешили исполнить все его ритуальные танцы, никакой Орбан 50 миллиардов евро не заблокировал, решение это принято и будет реализованным. Продолжение следует...